Новая игра Pokemon Go буквально взорвала интернет. Мир настолько увлекся этим приложением, что это стало едва ли не постоянной рубрикой в новостях. А в социальных сетях только и рассказывают, как и где поймать очередного покемона. Плюсы и минусы нового увлечения изучала Юлия Важенина. Пикачу, Бульбазавр, Чермандер. Мало кто мог поверить, но покиномания, захватившая детские умы в 90-х, снова вернулась, чтобы на этот раз стать настоящим хитом. Игра Pokemon Go уже захватила сердца пользователей из Америки и Новой Зеландии. Да и наши соотечественники уже успели оценить популярный продукт. Суть игры в том, чтобы отыскать покемона на улицах и поймать его. И чем больше, тем круче. Чтобы стать участником игры, потребуется гаджет с включенным интернетом. GPS, по которому будет понятно, где вы находитесь, чтобы подбросить туда покемона. И видеокамера, через которую вы его увидите. Вообще игра очень интересная. Мне нравится вот это, то, что надо ходить по всему городу. То, что тут. Она подключается к GPS-нику. И персонаж тоже ходит. Ты собираешь покемонов, собираешь их с друзьями. То есть можно вообще совмещать приятное с полезным. В эту игру я играю примерно где-то дня 3-4. И уровень у меня уже третий. Хотя много я не ходил. А так я поймал где-то 6 покемонов. Я очень хочу поймать Муджикарпа. Это водный покемон. Я хочу его поймать на заливе. Но до сих пор мне еще не удалось это сделать. В игре нет прямого поиска. Однако есть подсказки. Необходимо вращать внимание на шевелящиеся листья, траву на карте. А также на любые движения. Но тут и возникает риск для игрока. Если человек идет по улице и смотрит в свой телефон, выискивая несуществующего покемона, он, естественно, игнорирует реальность и подвергает себя опасностям. Так, в первые же дни после релиза в США и Японии появились многочисленные сообщения об автомобильных авариях, спровоцированных отвлекшимися на игру водителями. О полицейских, игравших в покемонов при исполнении служебных обязанностей. Телеведущий, попавший в кадр в прямом эфире во время игры. Бывает, игроманы увлекаются настолько, что ловят покемонов в опасных местах или там, где это приводит в возмущение других людей. Так, будущим адептам не стоит забывать о том, что за ловлю монстров в храмах, в чужой квартире, на избирательных участках или на границе их ждет наказание от 40 до 500 тысяч рублей. Плюс исправительные работы. Никогда не нужно забывать, что у нас есть определенные правила дорожного движения. И человек, неважно, играя в какое-то приложение, либо просто просматривая свои странички в соцсети, отвлекаясь на телефон, может просто-напросто не посмотреть вовремя по сторонам, не заметить приближающийся автомобиль и попасть в беду. Поэтому, если вы находитесь на улице, в оживленном месте, тем более, когда переходите проезжую часть, конечно же, нужно быть внимательным и не забывать то, чему учат всех с детства. Почти сразу после выхода мобильной игры в соцсетях стали появляться и положительные отзывы. Многие игроки отметили, что игра в Pokemon Go позитивно отразилась на качестве их жизни. Для кого-то, например, приложение стало стимулом выйти на улицу и помогло улучшить психическое состояние. Когда у тебя депрессия, очень сложно заставить себя вылезти из постели или выйти из дома. У меня было ужасное настроение до того, как я скачала приложение. Не могу сказать, что оно полностью изменило мою жизнь, но все-таки игра занимает меня, и это сильно мотивирует. Находясь на улице несколько часов, я вдруг поняла, что это доставляет мне удовольствие. Каждый раз, когда я ловлю покемоны, я чувствую прилив радости, и это еще больше мотивирует меня. За последние два дня я осознанно общалась с людьми, сходила в торговый центр, и мне это понравилось. Соединение виртуального мира с реальным – штука не новая, но, возможно, именно сейчас пришло ее время. Подобные игры уже были выпущены в 2012 году теми же самыми разработчиками с очень похожей механикой. Но они не были связаны со столь популярной франшизой. Создателям игры Pokemon Go удалось совместить поиск на глобальной карте с популярными персонажами, которые уже имеют огромный рынок. Тренировка смекалки, организованности, если можно так сказать, дисциплины у человека, который должен быть в поиске. Он должен быть внимательным, он должен быть сосредоточенным. Это тоже развитие мозга. Это, конечно, создал гений. Я понимаю, что этот человек, эта компания, они нашли гениальный способ убить двух зайцев. Первое – оторвать от компьютера наших детей, подростков, вообще интернет-зависимых, неважно, сколько им лет. И, наконец, их вывести на улицу. Но здесь, конечно, вторая есть опасность, второй заяц, когда с помощью таких вещей можно получить физическое увечье. Это действительно реальная опасность. В России игра, ставшая мировой сенсацией, существует пока полулегально. Но это лишь вопрос времени. Точное время релиза российского варианта игры пока неизвестно. Но производители обещают запустить игру уже к концу следующей недели. Юлия Важенина, Олег Якимов, Сергей Адушкин, Республика.